Иосиф Коберский больше полувека посвятил деятельности в правоохранительной сфере. Говорит, в детстве восхищался военнослужащими, а в юности решительности придала несчастная первая любовь. Дама сердца предпочла другого, а Иосиф решил посвятить себя служению Родине. После военно-политической работы была Самарская таможня, а сейчас Иосиф Коберский возглавляет ветеранскую организацию и воспитывает молодежь. Начиная с замполита роты и заканчивая начальником отделения организационно-партийной работы политоотдела дивизии Куйбышевской. Огромная дивизия, в ней было 17 частей, в том числе две бригады. Сегодня можно назвать эту численность более 17 тысяч военнослужащих. Работы было много. Иосиф Коберский и еще 24 человека стали героями 8-й областной ветеранской книги рекордов. В ней отмечают жители региона серебряного возраста с активной жизненной позицией. Тех, кто увлечен каким-то делом и помогает другим. О таких людях нужно рассказывать. Нужно, чтобы они их знали. И на мой взгляд, это как раз те самые яркие образцы, когда активное долголетие, оно в действии. То есть это люди, которых поистине можно назвать настоящими патриотами, настоящими гражданами нашей великой страны. Ежегодно в книгу попадают самые интересные и талантливые жители губернии. В Самаре очень много неординарных личностей, говорят во Дворце ветеранов. Но зачастую они не привыкли рассказывать о своих увлечениях. Сотрудники дворца постоянно ищут интересные истории и людей с необычными хобби. Если вы сами являетесь таким человеком, не стесняйтесь обратиться во Дворец ветеранов. Быть может, именно вы станете героем девятого сборника Ветеранской книги рекордов, который выйдет в свет уже в следующем году. Мария Левина, Сергей Баскин. События.